Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день. У кого что? Наша программа Песня 21 выходит в эфир. Михаил Новицкий, Гена Пельчук, уже вижу Алекс. У нас в Германии. Татьяна Поленская. Оля Смирнова. Оля Заславская. Александр. Крылов. В общем, люди есть. Значит, здесь перед одной... Верита Сидунова. Александр Крылов. Добрый вечер. Михаил пишет. Добрый вечер. Добрый вечер. Обязательно пишите, что вы видите, что вы слышите, как у вас получается. Значит, вот здесь фронтально у меня, у нас, между нами или с нами Facebook. Вот здесь ВКонтакт. Трансляции идут по обоим каналам. Вот. Напишите, как там у нас видно-слышно. Я вижу, что лайкаете. Значит, вы очень рады. Соответственно, значит, я тоже очень рад, что вы рады. То ли в облике мы готовимся. Готовим к своей душе сердца. Чик. И вот мы вместе. Именно в каком бы. Вместе. Алекс Лисовский. Да. Опа. Вот это я в облине включила. Привет. Наконец-то. Наконец-то. Алекс Лисовский. Да. Это самое. Собрался. Разовел свой правильно будильник. Приветствую, Дольфланд. Хорошо. Друзья. Сегодня день непростой. Не выдался. Такой у меня свободный больник. Свободный меч. Вечер я решил все-таки выйти. Чем он непростой? Ну, такие дни такие сумасшедшие. Нотр-Дам вот погорел. Естественно, это очень неприятно. Вот. На Украине идет борьба за трон. И я даже не могу толком дать оценку тому, что происходит. Ну, происходит, наверное, жизнь. Жизнь. Потому что, как бы, не обречена. Украина на то, что был. Вот так и никак не иначе. Идет жизнь. Не обреченность. Да. Какая-то. От чего-то люди выбирают. Ну, и самое, наверное, в этот день, что историческое происходит. Для меня, по крайней мере. Вот. Сегодня, как сообщили СМИ, Дима Боков, наш писатель, журналист. Очень твантливый. Ну, не скажу, что седьмая вода. То есть, не разливая вода друг. Но, в общем-то, приятель и приятен. Вот. Сегодня он в Уфе. И у него случилась беда с организмом. Я не врач, поэтому диабр наставить не буду. Но там все очень нехорошо. И он находится в Уфе. Так что мы можем все вместе так послать туда немного квантов своей энергии. Там каждый европеец может повернуться так, как в сторону Востока. Где Уфа, где-то находится на севере Востоке. Это его большинство. И, так сказать, подумать о Диме, чего-нибудь хорошего. И послать ему какой-то квант. Если Тесла был прав, то этот квант энергии вашей дойдет и поможет. Диме был в короток-кратцовой ситуации. Ну, что? Ну, основные вещи. Что я сегодня пою? Я сегодня, да, ну, решил, все равно надо. Сегодня я свою песню из нашего спектакля «Маленький принц», который уже был через три дня. Песню «Фонарщика». Я думаю, что вы много догадались. Песня «Фонарщика» написана. «Фонарщик». Это диалог «Фонарщика» и «Маленького принца». Когда-то она была написана просто так. А сейчас она пригодилась. Ну, не просто так была посвящена человеку. Но сейчас она пригодилась на самом, ну, прямом спектакле. Вот. «Фонарщик» — это один из самых положительных героев. Которого встретил «Маленький принц» в своем пути. То есть человек, на которого можно положиться. Если меня хорошо слышно, Алина, как-то меня слышно, что они пишут. Александра Смирнова смотрит. Привет, Александра. Света Островская смотрит. Москва. Ирина Харченко. Ольга Заславская. Москва. Прямо здравствуйте. Сейчас нас сшитит. Алекс Лисовский про Быкова. Знаем. Он должен был выступить у нас. Но не получилось. Корешевого здоровья. Михаил Валиканов. Давай, Миша, песню запевай. Ирина Харченко. Нет, не за трон. За Вильнюю Украину. Ну, да. Можно так сформулировать, да. Но в любой стране есть трон. И вот, естественно, она и так уже вильная, потому что она имеет возможность выбора. И за это уже много людей отдали и жизни, и здоровье, и так далее. Я ни в коем случае не противоречу. Потому что... Но трон, он есть трон, ребята. Мы должны из тех людей, которые рвутся к власти, выбирать наименьшее зло во всех странах. Будь то там в Америке, или в Казахстане, или в Белоруссии. Есть люди, которые рвутся к власти, и нам приходится из них выбирать. Так. Всё? Да, давай. Саша Смирнова-Котиков шлёт. Вконтакте пишите комментарии. У нас их не прочесть. Но мы почитаем потом... Не всё удобно. Если вы хоть что-нибудь напишите, то я смогу. Вконтакте я вижу, что люди смотрят. Много там. Вот по картинкам Алла Беляева вижу. Точно узнала. Она готовится к дню рождения. Ну да. И там, по-моему, Саша Зубов. Саша Зубов его аватарку узнала. Художник Зубов. Вот. Ну, так мне трудно сказать. Вы пишите комментарии, оставляйте. Мы вам всем ответим. Всем привет. Итак, песня. «Диалог маленького принца». И вот, как только заиграл на гитаре, лайки пошли. Знаешь, хватит молкать. Называется. «Диалог маленького принца». Фонарщика. Уговор есть уговор. Не бросай слова на ветер. Но когда ты слова дал, ты за многое возвечет. И пускай воды немало, утеклости в давних пор. Не бросай слова на ветер. 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 Уговор. Не понимаю. Уговор. Есть уговор. Не бросай слова на ветер. Но когда ты слова дал, ты за многое в ответе. И пускай воды немало, униклости в давних пор. Не бросай слова на ветер. 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 Уговор есть уговор. Добрый день. Да, добрый день. Это зачем фонарь потушит? Добрый вечер. Уговор. Если есть он, значит нужен. Каждый день фонарь тушу. Каждый вечер зажигаю. Я опять переспрошу. А то я не понимаю. Уговор. Уговор. Есть уговор. Не бросай слова на ветер. Но когда ты слова дал, ты за многое в ответе. И пускай воды немало, униклости в давних пор. Не бросай слова на ветер. 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 Уговор. Есть уговор. Есть уговор. Уговор. Такое дело. Его надо выполнять. Как бы вам не надоело. По словам своим не верен. Срам тому спыть и позор. Уговор. Такое дело. 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 Уговор. Есть уговор. Есть уговор. Не бросай слова на ветер. Но когда ты слово дал, ты за многое в ответе. Уговор. Есть уговор. Не бросай слова на ветер. Не бросай слова на ветер. Не бросай слова на ветер. Уговор. Есть уговор. Спасибо, спасибо, друзья, я слышу ваши бурные аплодисменты. Вера Пауданин присоединится. В Фринляндии с нами. Алекс Лисовский пишет. Супер, впрочем, как всегда, браво, маэстро. Мне привет передает. Да, Елена Печев заказывает. Но без нее у нас бы ничего не состоялось, друзья. Именно она обеспечивает нам качественную связь, а потом еще выкладывают в интернет это все. Кстати, текст песни будет. Так что можете сами напевать с детишками, если считаете это нужным. А может не только с детишками, может и начальнику с ним петь. Если вы там договорились, типа, на такую сумму, а он что-то там... Вот, уговор есть уговор. Уговор, такое дело, его надо выполнять. Я знаю одного человека, который говорил одно, но он не сдержался. Это кто? Я его не буду называть, он очень такой, считает себя очень значимым. А, да, 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 да. Он же 19 лет что-то там говорит. Да. Понятно. 19 лет назад он одно говорил, а сейчас что-то такое. На самом деле, мне кажется, это не человек, это киборг. Это киборг. Александр Крылов пишет. Отличная песня. Ирина Андреева пишет. Песня отличная. Александра Смирнова пишет. Миша, привет. Лене, привет. И Маргарите, привет. И Маргарите, привет. Маргарита. Мяу. У нас пятилась, Маргарита. Ну вот, как-то так, друзья. Я думаю, что на сегодня наша миссия выполнена. Еще раз призываю вас повернуться в сторону Уфы. Посмотрите, где она. Американцы могут просто на север посмотреть, и через северный полюс вы точно на Уфу попадете. И послать к вам Диме. Диме, да. Диме Быкову. Чтобы поскорее он излечился. Чтобы скорее его каждая клеточка стала на свое место и была здоровая. Вот. Значит, что еще хорошего скажу. Что 20 апреля именно эта песня прозвучит в спектакле «Маленький принц» из уст самого актера, который будет исполнять этого самого фонарщика. А кто его будет исполнять, вы узнаете на спектакле. Вы узнаете на спектакле. Это будет 20 числа год. Пушкинская Пушкинская 9-15 часов. Вот я думаю, что вы спокойно это все найдете. Детишек можно и нужно приводить. Спокойно еще найдете. А может, вы знаете, что сделаем? Давай в комментах перепустим это дело. Если вы будете искать, что по всему интернету не наживаются, в комментах в наших видео будет ссылка на мероприятие. Ну все, друзья, обнимаем. Вот такой вот день мы с вами встретились. И спасибо, что вы у нас есть. И нам радостно выходить и общаться с вами в эфире. И получать ваши сообщения. И понимать, что мы живем на свете. Берегите себя. Берегите природу в вас. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Естественно, на нашу страницу. потому что телевидение это... У нас единственное... Телевидение это мы. Это мы. Все. До встречи примерно через неделю. Объятие. С этой стороны обнимаю ВКонтакте, Фейсбук и все. Загреваю себе. Загреваю себе.